Древнеримский император Адриан построил шикарную виллу недалеко от Тиволи, столовая, которая была украшена напольной мозаикой, и сейчас мы видим её фрагмент, изображающий двух кентавров и трёх больших кошек. Мозаика выполнена из крохотных фрагментов из натурального камня, и для её создания, думаю, нужно было иметь огромное терпение. Особенно если учесть, что это небольшой фрагмент огромной напольной мозаики. Это маленькие кусочки камня, сложенные вместе и создающие впечатление изображения, которое воспринимается как очень цельное, хотя оно и состоит из множества каменных элементов. Такой тип мозаики может подсказать нам, как выглядела греческая живопись, поскольку до нас дошло очень мало греческих живописных работ. Из письменных источников мы знаем, что греки считали живопись величайшим из своих искусств. Обычно на ум сразу приходит греческая скульптура или архитектура или, скажем, вазовая роспись. По мнению самих греков, всё это меркнет по сравнению с работами, выполненными на стенах, хотя они почти не сохранились до наших дней. Ценность мозаики в том, что она даёт представление о том, на что действительно были способны греки. Что мне нравится в этой мозаике, так это её драматизм. Здесь показан кентавр — мифическое существо, наполовину человек, наполовину лошадь, вступающий в схватку с тремя дикими кошками. Руки его подняты вверх, сейчас он бросит камень в тигра, напавшего на другого кентавра. За ним изображена ещё одна поверженная кошка. Вероятно, это лев. Видно, что кентавр, готовясь бросить камень влево на тигра, смотрит вверх на леопарда, который готовится напасть на него. Так у нас создаётся ощущение разделения времени на доли секунды. Это правда. Если посмотреть на взгляды фигур, интересно, что мы сначала переводим взгляд с кентавра на тигра, и замечаем, что тигр только что сразил другого кентавра. Тигр оглядывается на кентавра, но кентавр не смотрит на него. Взгляд кентавра устремлён на леопарда. Он знает, что ему нужно бросить большой камень. Это говорит нам о силе кентавра. Но он также понимает, что ему грозит большая опасность со стороны леопарда. Это треугольная декомпозиция взгляда в фигур. Кентавр, которого мы видим в центре, демонстрирует физическую силу, но также и чувство тревоги и беспокойства. Это очень интересно. Я думаю, что греки и позднее римляне могли идентифицировать себя скорее с кентавром, чем с дикими кошками. Обычно кентавры изображались в битве с греками. И мы чаще всего симпатизируем грекам. Они цивилизованные люди, тогда как кентавры, наполовину представляющие дикую природу, показаны агрессорами. Здесь всё наоборот. Наша симпатия достается кентаврам, поскольку у них есть человеческие качества, хотя они по-прежнему часть природы. Знаете, греки и позднее римляне действительно представляли себя в отрыве от хаоса природы. А здесь кентавр хоть и показывает некоторую жестокость, но она не идёт в сравнение с этими кошками. Думаю, это прекрасно отражает эмоцию, которую мы видим на лице этого кентавра. Она считывается как совокупность человеческих эмоций беспокойства и страха. Но также мы видим и силу. И всё же животные показаны без эмоциональной глубины. Мы должны будем отождествлять себя с фигуры кентавра, несмотря на то, что он наполовину животное. Мы замечаем, что вокруг его руки обмотана шкура леопарда. Это может объяснить причину того, что леопард так разъярён. Вы сказали, что это может дать представление о том, как выглядела древнегреческая живопись. На этой мозаике мы видим то же, что и в древнегреческой скульптуре, которая не дошла до нас, любопытную человеческую анатомию и натурализм. Вообще, если посмотреть на изображение кентавра, который является вымышленным существом, видно, что он передан так прекрасно, что мы почти верим, что это анатомически возможно. Смотрите, к примеру, как его живот переходит в корпус лошади, и мы можем представить, как позвоночник обоих существ становится единым целым. Создаётся ощущение правдоподобности этого, пусть даже вымышленного существа. Создаётся очень реалистичное ощущение скалистого ландшафта, в который вписаны эти фигуры. Фигуры поверженного кентавра слева и сражённого льва справа изображены в перспективе, что помогает создать иллюзию пространства. Смотрите, в каком прекрасном ракурсе показан стоящий кентавр, и как изображена лошадиная часть, как бы отступая в пространстве. Это прекрасная работа, и то, что она сделана из камня, делает её ещё более впечатляющей. Это шедевр. Я бы хотел увидеть его целиком в столовой, во дворце Адриана.